Кабул. Наши дни. И сегодня с именем этого человека, Ахмад Шаха Масуда, связаны многие загадки и тайны афганской войны. Самый авторитетный полевой командир. Знамя оппозиции. Это был коварный, жестокий и бескомпромиссный противник. Его отряды контролировали важнейшие районы Афганистана. Масуд значит счастливчик. Он и вправду был неуловим. Орел непобедимости собрал вокруг него преданных маджахедов. Бой длился 10-15 минут. Нападали группами по 7-8 человек. И надо было успеть уничтожить колонну и уйти. Биографию панжерского льва, так называют Ахмад Шаха, афганцы сейчас изучают в школах. Но этим детям вряд ли рассказывают о секретных переговорах между Масудом и советским военным командованием. Те негласные договоренности спасли жизнь сотням советских солдат и офицеров. Никаких коммуникетов, ни протоколов о намерениях, ничего. Только уст. За Масудом охотились спецслужбы разных стран. Против него организовывали заговоры, плели интриги. К нему засылали наемных убийц. Но он чудом избегал смерти. Вплоть до того рокового дня, когда двое террористов довели свое дело до конца. Убийство Масуда было, вероятно, частью глобального дьявольского заговора, который уже стал одной из главных тайн нынешнего века. Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и устранение Масуда – звенья одной цепи. Тот, кто подорвал башню в Нью-Йорке, тот и убил Масуда. Эта рука – это дело одной руки. Конец 1979 года. Советские войска по просьбе кабульского правительства входят в страну. Так в Москве надеялись удержать у власти в Афганистане дружественный режим. Воевать поначалу не собирались. Думали, что все будет, как в Восточной Европе. Войска самим фактом своего присутствия отобьют дурные мысли у недругов революции. Это типичные кадры хроники тех лет. Казалось, достаточно построить несколько промышленных объектов и завести в страну продовольствие, и симпатии населения будут на стороне СССР. Но это было не так. Идеи светлого будущего не смогли бы заменить афганцам мусульманских традиций и многовекового полуфеодального уклада. У каждого афганца в крови, значит, это оружие ведения боевых действий. Василий Христофоров, генерал-лейтенант ФСБ России. В 1985-1989 годах сотрудник представительства КГБ СССР в Афганистане. И все мы знаем, что афганцы на протяжении десятилетий вели три войны с англичанами. И во всех трех войнах, несмотря на численное материальное преимущество англичан, Афганистан победил. Афганистан не принял иноземных солдат и в этот раз. Несокрушимая и легендарная советская армия могла дать отпор любому внешнему агрессору, Но не умела воевать против партизан, Которые пользовались большой поддержкой населения страны. Перевал Саланг, 1980 год. С первых дней войны основной головной болью советского командования стал перевал Саланг, Единственная дорога, по которой из Союзов Кабул шли колонны с оружием, горючим и продовольствием. Эти кадры снимал оператор маджахедов. Боевики маскируются и подходят почти вплотную к трассе. Вот один из них, с виду мирный Дыхканин, расположился буквально в двух метрах от дороги. Наша задача состояла в том, чтобы нападать на колонны, которые шли из Хайротона до Саланга. Салех Ахмед, полевой командир, 9 лет командовал группировкой маджахедов в районе Саланга. Бой длился 10-15 минут. Нападали группами по 7-8 человек. И надо было успеть уничтожить колонну и уйти. Как правило, перевал Саланг атаковали боевики отрядов Масуда. Их базы располагались неподалеку, в Паншерском ущелье. Когда советские войска вошли в Афганистан, Масуду не было и 30-ти. Сын высокопоставленного военного, он готовился стать инженером. Но вместо того, чтобы строить в родном Паншере дороги, он пошел воевать. Ущелье, длиной около 200 километров, окруженное высокими горами, представляло собой идеальный укрепрайон. Из досье главного разведывательного управления Генштаба секретно. Ахмад Шах, псевдоним Масуд, что означает счастливчик. Обладает незаурядными личными и деловыми качествами. Не преклонен в достижении поставленных целей. Держит данное слово. Умный, хитрый и жестокий противник. Опытный конспиратор скрытен и осторожен. Он тщеславен и властолюбив. У русских впереди колонны шла разведка. Наши секреты ее пропускали. Колонна входила в ущелье. И мы обстреливали ее с гор. Удар наносили по первой и последней машине. Осмолода Дихадо. Полевой командир. Руководитель Центра боевой подготовки маджахедов в Паншере. Начинался бой. Он длился максимум 20 минут. Тех, кто выскакивал из горящих машин, мы обстреливали из калашников. Колонны усиленно охранялись. Дозоры тщательно проверяли маршрут. Сверху прикрывали вертолеты. Артиллерия обрабатывала сопки. Но это были их горы. И они помогали афганцам. Оседлав склоны, маджахеды держали каждую машину под прицелом. Наши ответные удары зачастую лишь перемалывали скалы. И так было едва ли не каждый раз, когда колонна проходила по Салангу. Паншерское ущелье. База маджахедов. 1980-82 годы. Там было до 5000 противника. Оборона сильнейшая была. Очень мощная система огня была. Нарад Тергрегорянц. Генерал-лейтенант запаса. В 80-м-82 годах начальник штаба 40-й армии. У них даже рисунки были. Они же неграмотные. У них рисунок был такой. Вот вертолет как бы летит на него. Он вглубь заходит туда. Вертолет отстрелялся, уходит. Он выкачивает и стреляет ему в зад этого вертолета. И уничтожает вертолет. Масуд был сильным противником. В Паншерском ущелье он создал что-то вроде автономии. Все паншерцы платили налог на войну. И те, кто жил в ущелье, и те, кто в Кабуле. Везде. 10% дохода. Деньги шли также и от продажи изумрудов и других драгоценных камней. Ареф. Начальник службы безопасности Масуда. Другие полевые командиры еще припомнят Масуду эту его излишнюю самостоятельность. Через год боевых действий стало ясно. Советские войска всерьез и надолго втянулись в войну. В войну на истощение. Но политическое руководство в Кремле требовало исполнения интернационального долга до победного конца. Тем не менее, военные начинают осторожный зондаш противника. Кандидатурой для переговоров может быть только Шах Масуд. По своим каналам ГРУ выясняет, что и панширский лев прощупывает позицию русских. Я отвечал за установление отношений между Шах Масудом и русскими. Хаджи Хасмуддин, сотрудник разведки Масуда, обеспечивал работу с агентурой боевиков среди сотрудников государственных учреждений кабульского режима. Когда потери с обеих сторон стали очень большими, Масуд собрал шуру и вынес на обсуждение вопрос о переговорах с русскими. Все как один сказали «да» переговорам. Но сначала надо было определить позиции. О перемирии или окончании войны речи не было.